Ииии всем привет! С вами я, Артем Фролов, и в данном видеоролике, ребятки, чтобы вы понимали, мы будем с вами трейдить 140... Ой, врезался я, ребятки. 141 фрост дракона, ребятки. Конечно, это не кликбейт, но, скажу сразу же, 141 фроста в инвентаре на данный момент у меня нет, потому что уже многих я растрейдил. Каждый трейд, который у меня был сделан, мы с вами, соответственно, разберем в данном видеоролике. Давайте я вам сразу же покажу. Так, ну давайте сразу, во-первых, начнем с фростов. Чтобы вы не закрывали данный видеоролик, потому что это реально, ребят, не кликбейт. Также давайте зайдем в лицензии, я вам реально покажу то, что у меня было очень много трейдов, где я трейдился на фрост драконов. Вот, 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 и фросты, 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 очень много фростов, ребятки. Каждый трейдик мы разберем с вами отдельно и постараемся затрейдить остальных фрост дракончиков, ребятки. Но перед началом просмотра данного видеоролика я обязательно прошу вас, подпишитесь на мой ютуб каналчик. Включите уведомления, напишите свое мнение в комментариях, сколько стоит 141 фрост дракон в рублях сейчас. И не забудьте влепить свой драгоценный вкусик. А также, ребятки, по ссылочке в описании вы можете перейти в мой телеграм-канал, так как прямо сейчас при выходе данного видеоролика там начался конкурс на флайрайт крокодильчика, ребятки. И один абсолютно из вас заберет данного крокодильчика, ребятки. Рандомный мой подписчик. Так что обязательно переходите и участвуйте. Ссылочка в описании. А я не смею вас задерживать. Приятного аппетита. Приятного просмотра. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нет, включены, ребят, но странно. Так, нет, смотрите-ка, первый третий к нам уже прилетает с вами. Так, давайте засовывать фрост дракончика и смотреть, что нам за него будут предлагать. В принципе, питомец довольно ликвидный в плане того, что... ОМГ. Понятно, либо подписица, либо фиг знает. Так, это в плане того, что, ну, вообще таких питомцев сейчас очень мало. Вообще на всю игру. Их довольно-таки мало, и цена довольно-таки сильно растет их, потому что их становится с каждым днем меньше и меньше. Так, смотрите, нам предлагают НФР Цербера, НФР Китсуни, НФР Тирекса, Флайрайт Черепашку, НФР Би, НР Лягушку, НФР Манки, НФР Гуся, вроде, да? Или не гусь, это утка, 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 утка. И НФР Камень, но такой трейдик меня не устраивает, давайте его отклоним и подождем следующий трейдик. Итак, ребятки, мне прилетает следующий трейдик и предлагают нам с вами НФР Черепашку и ФР Арти Каленя. Но данный трейд меня не устраивает, так как у меня уже были трейды и мне давали как минимум 3 НФР Черепахи, чтобы вы понимали за фрост дракончика. Так же давайте мы его отклоним, ребятки, и будем с вами ждать следующий трейдик. Хм, ребят, хороший вроде, в принципе, трейдик, но меня он не устраивает, но давайте мы его разберем. Нам предлагают НФР Феникса, НР Осьминожку, НР Хэллоуин Кошечку, НФР Голда Хрона, НР Аку, НФР Арти Кфокс, НФР Голден Крыску, Файрайт Голден Пингвина и Файрайт Древнего Дракона и еще написал Плиз. Плиз, но, блин, ну, блин, ну, плиз, плиз, ну, извини, конечно, но, как бы, я в минус-то тоже особо не хочу уходить. Так что мы давайте делить ним трейдик и, блин, не знаю, стоит ли тут стоять, стоит ли перезаходить на другие какие-то сервера, потому что у меня уже есть в лицензии очень хорошие трейды. Давайте я, наверное, вам покажу сейчас трейды с лицензии. Так, ну что ж, ребятки, я отлетел на безопасную дистанцию, с трейдами нас больше не побеспокоит и давайте разбирать трейдики с лицензии, потому что за последние дня 3-4 я уже затрейдил довольно-таки много фростиков и трейды были очень вкусные. Ну, давайте начнем с первого трейда. Нам предложили Файрайт Коричневую Солушку и Райт Артика. Это хороший трейд и, соответственно, я на него согласился. Так, подождите, ко мне пришел какой-то англичанин. Ну-ка, может быть, сейчас будет трейд? Ну-ка, ну-ка, ребятки. Так, 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 ребятушки. Ну-ка, ну-ка, хи. Что, хи? Трейд будет? Трейд? Трейд, трейд, трейд? Или ты меня просто решил отвлечь? Но он у меня в друзьях, ребят, довольно-таки странно. Ну, короче, понятненько, я не понял, это английский подписчик мой или что, кто это? Непонятно, короче, ребят, давайте мы продолжим с вами разбирать лицензии. Ой, трейды с лицензией? Так, давайте, следующий трейдик. Так, давайте искать, у меня просто еще тут обменчики были. Вот трейдик. Это вообще очень прикольный трейд. Нам предложили ФР Эвил Юникорна, НФР Танцующего Дракона, НФР Фурию, НФР Голдохрона, ФР Ледяной Голень. Голень ведь, да? Ну, короче, Голем. И Райт Голем. В принципе, это вообще очень вкусный трейдик, и естественно, я на него согласился, ребят. Так что, если у вас будут фросты, обязательно это видео сохраните, чтобы не забыть, на что лучше трейдиться. Ребят, так же. ФР ФР С Дракончика я затрейдил на Неон Файрайт Ежа. Не знаю, вот тут ушел я в минус или нет, но Неон Файрайт Ежа я взял только для того, чтобы снять вам видеоролик трейда Неон Файрайт Ежика. Так, давайте пойдем с вами дальше. Так, вот тут у нас тоже вкусненький трейд. Файрайт Коричневая Солушка и НФР Госдракончик. В принципе, блин, вот этот трейд тоже очень прикольный. Прям вообще прикольненький, то есть я в нем ушел в довольно-таки достаточно большой плюсик, ребят. Так, так же еще один вкусный, прям очень вкусный трейд, ребят, тоже. Коричневая Солушка и 4 Файрайт Фурии. Фурии сейчас поднялись в цене, ребят. Я вам скажу, это очень хорошие добавки стали. Они плюс-минус наравне с НФР Легендарочками выступают на данный момент. Так, давайте еще смотреть трейдик. Трейдик нам, смотрите, какой предлагали. Файрайт Эвил Юникорна, Файрайт Арти Каленя, Файрайт Альбина Манки и Файрайт Туркли Черепашку. В принципе, тоже очень хороший трейдик, потому что, ну смотрите, у меня есть трейды, где я просто менял на 2 Эвила, а здесь на Эвил тянет уже практически так. Так, ну давайте, допустим, Альбина Манки и Арти Калень, ну и может быть половина черепашки. Это то есть 2 Эвила. И считая половину черепашечки, я получил просто бесплатно, ребят. Так, давайте следующий трейдик смотреть и разбирать 3 НФР Черепашки, как я и говорил. Это вообще тоже очень вкусный трейдик, потому что я нахожу черепашки сейчас довольно-таки так же ликвидный товар. То есть в плане то, что они, ну, в цене поднимаются и вообще выглядят очень прикольно. Вообще, наверное, скорее вот даже если не соврать, НФР Черепаха для меня, блин, как-то, знаете, ближе, чем даже Файр просто. Она мне нравится. Ну она миленькая, няшка прям вообще. Так, давайте смотреть еще трейдики. Так, так, так. Тоже, в принципе, довольно-таки вкусный трейдик. Здесь у нас Файрайт Коричневая Совушка, НФР Фурия и Файрайт Козерога. Ну, в принципе, такой стандартный трейдик, но прикольный. Здесь также у нас, смотрите, какой вкусный тоже трейд. Ну, хотя, не, 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 ребят, обманываю вас, невкусный трейд вообще, потому что, ну, в принципе, в ноль обменял по факту. Может быть, чуть-чуть даже ушел в минус. То есть, трейд Попугайчик и НФР Черепашка. Ну, еще японское яйцо, но оно довольно-таки, ну, не ценится особо. Так, вот у нас и трейдики, после которых я говорил. Файрайт Эвил и Файрайт Ворон. Это прям нулина для Фроста, то есть, это, ну, равноценный обменчик. Так, у меня таких достаточно много. То есть, вот тут тоже два Ворона Файрайт. Тут также два Файрайт Ворона за Файрайт Фростика. Так, и вот еще трейдик, кстати, опять же. Трейн ФР Черепашки. Два раза я затрейдился. Так, давайте посмотрим еще, были ли у меня еще трейдики. Да, кстати, ребят, тоже, смотрите. Мне предложили МФР Древнего Дракона. Вот насчет этого трейда. Не сомневаюсь, что я ушел в большой плюс, но не знаю, ребят. Если вы знаете, напишите обязательно свое мнение в комментариях. Потому что данного питомца я также менял, чтобы заснять для вас трейдики на него. Ну, еще нам добавили неон утку, да, и какое-то яичко. Не знаю ценности его, честно вам скажу, не буду врать. Так, ну и давайте еще пару трейдиков разберем. И, в принципе, надо уже заканчивать видеоролик. Так, а что, на этом все, что ли? Да я не поверю, ребят. Не поверю. Опа, ну, а вот у нас еще и трейдики прилетели с вами. Так, смотрите, райд. Коричневая сова. НР Феникс. НФР Феникс. Ниндзя Манки. Ну, и зеленогрудный фаза. Ну, это такое себе, да? Ну, в принципе, здесь Фениксы зарешали как добавки. То есть, тоже прикольный трейдик. Так, еще, кстати, ФР Сова и 2 НФР Феникса. Тоже прикольный трейдик. Но прошлый был лучше, потому что там еще был бизнес Манки. А, Ниндзя, Ниндзя Манки, да? Так, еще трейдик как раз-таки. ФР Попугайчик, НФР Кенгурушечка и ФР Фурия. Вот это тоже. Ну, хотя, в принципе, равный трейд. Честно вам скажу, ребят, достаточно равный трейдик. Так, ну и, наверное, все трейдиков. Ну, нет, у меня, конечно, тут очень много трейдов было на фростов. Потому что я их уже практически около половины затрейдил. Вот, это вообще очень вкусный трейд. Плюс-минус, да? Ну, потому что за одного фроста мы получали с вами Сову и, допустим, 2 ФР Феникса. А Попугай это, наверное, ну вот если его разделить, ну, блин. Честно сказать, если не соврать, ну, Фениксов 5-6 будет. То есть, понимаете, за Сову я получал, ой, за фроста я получал Совушку, 2 НФР Феникса. А тут получается, как минимум, по 3 НФР Феникса за счет Попугайчик. То есть, тоже прикольный трейдик. Так, тут тоже трейдик. ФР Попугай и МФР Юни. То есть, это нулина для фроста также у нас. Так, еще трейдик. 2 Райт Эвила. В принципе, нормальный трейдик. Может быть, даже окупной. Потому что Райт это лимитированные питомцы. В плане того, что они ценнее, чем Флай Райт. Ребят, кстати, запомните это. Тоже важный аспект в данном режиме Рубокса. Вот. Ну, я им дал Флай Зельку. То есть, и особо толку они мне не принесли. Тоже трейдик. Уже не такой вкусный, как 3 НФР Черепашки. Но, в принципе, с НФР Кенгрушечкой 2 НФР Черепашечки заходят на ура. Честно вам скажу. Так, ну и тут, в принципе, вот. У меня доверие было. Все. И на этом, в принципе, трейдики заканчиваются. Давайте переходить к концу данного видеоролика. Ну, что ж, ребятки. Данный видеоролик подходит к концу. Я надеюсь, он вам понравился. И вы влепили свой драгоценный лайкусик. Подписались на мой YouTube каналчик. Включили уведомления. И не забыли написать стоимость 141 Фростика в комментариях. В рублях. Не забываем. Ой, врезался опять, ребятки. И, опять же, еще раз. Напоминаю специально для вас, ребятки. Я приготовил конкурс в своем телеграм-канале. Как только вы видите на своем экране данный видеоролик, соответственно, конкурс стартовал. То есть, у каждого есть шанс. Так, стойте. Крокодильчик у нас, смотрите. Забаговался немножечко. И вот этот няшечка, ребятки, достанется одному из вас. Абсолютно бесплатно. Переходите по ссылочке в описании, ребятки. Я очень часто разыгрываю питомцев. Вот, блин, прям очень много питомцев. Горы питомцев у меня забирают подписчики, ребятки. Так сказать, меня грабят. Так что обязательно переходите по ссылке в описании. А я думаю, на этом все. С вами был я, Артем Фролов. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова